СЕРГЕЙ РОМАНОВ Одного за другим он зрелищно побеждает иностранных противников на турнирах мирового уровня, а за его спиной стоит огромная команда, его тренеры, друзья и ученики. На спортивных состязаниях сейчас болеть за него собираются целыми фанатскими секторами по 300 человек, которые оглушительно поддерживают своего лидера. Уличному бойцу и его окружению пришлось пройти огромный и непростой путь, чтобы из околу футбола перебраться в спортивный зал и там, поменяв свои цели и образ жизни, в итоге превратиться в настоящий профессионал, попасть в элиту российского миксфайта, а также стать тренером и наставником для множества мальчишек, которые тянутся за ним. И мечтают тоже когда-нибудь выступать на турнирах М1. Что это за путь и куда идет по нему Сергей Романов со своими товарищами и расскажет наш сериал. Родился я в городе Герой Ленинграде, учился здесь, ходил в садик, но большую часть своего времени, каникулы, праздники я проводил во Псковской области, в деревне, в которой я сейчас люблю отдыхать. Рос я там сурово, поскольку я был там самый маленький парень и еще один был мой товарищ, он был мой ровесник и мы получали за все. То есть там такая была дедовщина на детском уровне. Когда я возвращался в Питер, здесь я был самый сильный у себя в классе после таких издевательств деревенских. В этой деревне я научился стоять за себя и я думаю, что небольшая агрессия была у меня именно оттуда появилась. И здесь как-то пытались выплескивать свою агрессию. Это был футбол, драки, все, что нужно настоящему пацану. Было очень весело. Вначале это был просто футбол, выходили, болели за команду свою любимую. Потом это переросло уже в более интересную движуху под названием «Около футбол». На тот момент, когда мы начинали драться, нам было по 14-15 лет, мы были молодые, но горячие, обезбашенные ребята. Били всех, кому не лень. Ну и соответственно, тех ребят, которые шли на это так же, как и мы. Тиняки, постоянно разбитые лица. Мама всегда говорила, что я играю в автомат, и меня задал дебют. Вот, поскольку я частенько приходил к каравине. Но я скажу, что это было всего лишь забава и всего лишь уличные драки. Район у меня рабочий. Это электросила. Здесь, в Санкт-Петербурге. Район не самый благоприятный. Именно с этого района у нас образовалось боевое братство. Сейчас этот район такой же боевой, но только кто-то ушел в зал, а кто-то остался отдыхать, тусоваться. От Сергея мы познакомились по линии футбольных драк, чтобы поддерживали футбольные клубы, скажем так, движения, которые дружили между собой. Поэтому стал возможен какой-то наш альянс. Так мы познакомились с Сергеем, моим коллективом. Это были молодые, амбициозные ребята с яркими достоинствами, с такими же яркими недостатками. То есть, они, скажем так, выбрали для себя нелегкий путь продвижения в этом городе. И сталкивались с многими трудностями, тяготными решениями. Но у них был дух, было понимание, чего они хотят. Это их спасало. Мы с ним подружились, стали уменьшить, вместе двигаться, помогать друг другу. И все у нас получилось. Мы так же до сих пор растем вместе. До 18 лет я гонял мячик. Мне очень нравилось. Играл в футбол. В детстве чуть-чуть позанимался тейквондо. Мне не понравилось. Отец отвез меня заниматься в московскую заставу. И как во многом у меня в жизни происходит, что вроде случайность, а вроде не случайность уводит меня в какое-то ремесло. И тут я занимался во второй заставе. Это второй состав, молодежный. Пораньше пришел на тренировку. И меня взяли на просмотр. В первую. И я забил гол сразу же. Меня взяли в первую. Дальше пошло-поехало. Кстати, мой первый бой. Мой первый бой любительский. Я считаю, был именно на сборах футбольных. У нас был тренер вратарей. И мы с ним поспорили что-то так. Вроде в шутку. А потом тренер, главный тренер, Виктор Анатольевич Харланов, устроил огромную пресс-конференцию. И мы сделали боксерский поединок. Боксерский поединок был в песке. Мы перчаток не достали. Намотали, выбили пух с подушек. Сделали перчатки. И после первого раунда перчатки эти сбились. И были тяжелые кулаки. Мы устроили зарубу с ним 12 раундов. Победитель должен был получить 600 рублей, проигравший 400. Получилось так, что было ничья, и мы не получили ничего. Как говорится, удовольствие ради удовольствия. Вот этот бой, я думаю, что повлиял на мою дальнейшую карьеру. Когда пинал мячик, конечно же, была мечта стать футболистом. Но что-то меня отводило от этой мечты. Мы с пацанами совмещали нашу футбольную карьеру и фанатскую, поскольку с утра у нас была игра, мы бегали, сами пинали мяч в пяте города, а вечером уже шли на футбол и устраивали суровые разборки. Это было весело, незабываемое детство. Сейчас я вспоминаю это с иронией, но раньше это были серьезные забавы, поскольку у нас возраст был не такой большой, а противостояли нам ребята постарше. Но нас это ни капли не смущало. И мы бились до конца. Об этом все знают. Кто в теме, тот знает. К футбольной карьере я относился не так профессионально, как сейчас отношусь к ММА. Это был для меня урок, поскольку в тот момент я был молодой и мог погулять, потусоваться, а потом ехать на игры. И, соответственно, показывал там не очень хороший результат. Когда я пришел заниматься кикбоксингом к моему тренеру Морозову Сергею Александровичу, он меня уже привил в более профессиональный подход. Мы проводили с ним очень качественные сборы в Крыму. Он меня растягивал, подготавливал морально, духовно. Это был очень большой скачок в моей карьере. Я начал более профессионально относиться к этому виду спорта, чтобы не наделать ошибок, которые я допустил в футболе. Я сейчас плодотворно работаю, и я думаю, что я стану чемпионом. Я к этому стремлюсь. Я надеюсь, у меня все получится. Улица – это база, была его до кикбоксинга. В нем победитель. Победитель, он где-то на улице, это могло бы уйти в негатив, естественно. Это вести до любой ситуации. А так как русло, нужно правильное русло, вот спорт – это одно из этих направлений. Моя любительская карьера начиналась по кикбоксингу. И начал я хорошо, побеждал. У меня было три победы, и один бой я проиграл. Это было первое поражение в моей карьере. Я очень сильно переживал его.